Дамы и господа, здравствуйте! Мёд это популярный пищевой продукт. Его едят как лекарство и как любимое лакомство. Раньше в Крым привозилось много меда с Украины. Это вредило бизнесу крымских пчеловодов. Сейчас поставки оттуда прекратились. У крымских любителей сладкого продукта вся надежда на местных пасечников и на поставщиков с материковой России. Благодаря стабильному спросу со стороны покупателей, медовый промысел стал интересным бизнесом. В этом выпуске программы «Экономика плюс» разберемся в основных его моментах. На мировом рынке меда бушуют нешуточные страсти. Там регулярно возникают жесткие экономические войны. Страны дерутся друг с другом, хорошо, что без пушек, воюя за рынки сбыта. Самая известная медовая битва состоялась между США и Китаем в начале 2000-х. Китай производит очень много меда, и цена у него низкая, почти бросовая. А США – крупный покупатель. Чтобы защитить своих пчеловодов от наплыва дешевого китайского товара, Америка ввела в озную пошлину на мед из Поднебесной. Это резко обрушило китайский медовый экспорт. Но пасечники Китая не растерялись. Они продолжили продавать свой мед в Америку под видом чужого – монгольского, российского или южнокорейского. Перекрашивались бочки, подделывались сопроводительные документы. В общем, хитрили как могли. В конечном итоге махинации были раскрыты. Руководители торгово-импортных компаний получили длительные сроки тюремного заключения. В последующие годы сильно нарастили продажи меда в США такие страны, как Индия и Вьетнам. Америка подозревает, что они занимаются перепродажей китайского меда, но доказать это не может. Так что история, скорее всего, будет иметь продолжение. Россия занимает видное место в мире по производству меда. Входит в десятку лидеров. Наш прошлогодний результат – 100 тысяч тонн. Большая часть объемов потребляется внутри страны. Своего меда даже не хватает. Приходится импортировать из-за рубежа. В основном из того же Китая. Для сравнения скажу, что Аргентина – второй после Китая мировой производитель меда, сама его ест неохотно. Она отправляет на экспорт 90% того, что изготавливает. Тем не менее, российские производители стремительно наращивают объемы экспорта. За пять лет показатель увеличился в 30 раз, хотя и остается невысоким. Российский мед покупают такие страны, как Казахстан, Арабские Эмираты, США. Но главным потребителем стал, не удивляйтесь, снова Китай. Туда активно продается мед из Алтайского края. Скорее всего, китайцы его высоко ценят за особые вкусовые качества. Их можно получить только в условиях богатой российской природы. Что касается китайского меда, то он в большинстве своем искусственный, невкусный, не обладает целебными свойствами и даже, наоборот, содержит вредные антибиотики. Поэтому зажиточные китайцы свой мед покупать не хотят и берут российский. Мед в России очень популярен. По всей стране от Крыма до Владивостока проводятся ярмарки меда. Крымчане тоже имеют полноценный доступ к этому продукту, как к своему, так и привозному. По данным Крымстата, в мае этого года средняя цена за килограмм составляла 530 рублей. При этом в Симферополе дешевле, чем в целом по Крыму – 450 рублей. Ну а дороже всего в Ялте – 670 рублей за килограмм. Цены на мед сопоставимы с ценами на колбасу и лососевую рыбу. Но мясо съедается быстро, а банка меда будет радовать вас долго. Пчеловодство как бизнес очень часто вырастает из хобби – увлечения. Это нужно любить. Чем больше сил вкладываешь, тем больше получаешь от своей пасеки. По словам экспертов, чтобы обеспечить медом свою семью и близких друзей, хватит от двух до пяти пчелиных семей. Чтобы иметь от этого дополнительный заработок, нужно 10 семей. Приличный же доход начинается с 50 ульев. Это позволяет жить с пасеки. Если вы решили сделать пчеловодство своей профессией, для начала нужно решить, какая пасека у вас будет – стационарная или передвижная. Иметь ульи у себя на даче – это, конечно, удобно, но сильно ограничивает ваших пчел в выборе цветочных пастбищ. Те люди, у которых передвижные ульи, могут обеспечить своим подопечным наилучшие условия. Не нашли нужные растения в одном месте – поехали в другое. Производство меда у кочующих пчеловодов, как правило, наполовину больше, чем у стационарных. Справочно приведу основные параметры ведения пасечного бизнеса. Стоимость одной пчелиной семьи может быть очень разной. Назову верхний потолок справедливой цены – 6 тысяч рублей. Но встречаются и варианты гораздо дешевле. Один улей обойдется в 3 тысячи рублей. При этом можно сэкономить, если вы мастер на все руки и будете плотничать самостоятельно. Дополнительные расходы потребуются на лекарственные препараты, ветеринара, ведерки для меда и другие аксессуары. Если пасека передвижная, то возникнут транспортные расходы. Ну а теперь доходная сторона дела. Она зависит от очень многих факторов. От региона, где вы живете, от качества и цветочного состава меда и от способа, которым будете продавать товар. Поэтому точную выручку назвать сложно. Но скажу, что одна пчелиная семья приносит в год от 30 до 50 килограммов меда. Доход считайте сами. За счет размножения количество пчел все время увеличивается. Их избыток можно продавать, и это будет приносить дополнительную прибыль. Также важный денежный ручеек – это продажи воска, прополиса и маточного молока. Ну и напоследок поговорим о сбыте готового товара. Наибольшую прибыль принесут прямые продажи. Организация торговой точки на рынке. Также будет большой удачей заключить договор с кондитерским цехом. Ему вы сможете продавать весь объем своей продукции. Не забывайте и то, что мед – это идеальный товар для продажи через интернет-магазины и доски объявлений. Он не портится и легко транспортируется. Этот способ продажи не требует серьезных вложений. Ну а самым простым и неудачным вариантом будет продавать мед оптом-перекупщикам. Они платят слишком малую цену. Надеюсь, армия крымских пчеловодов будет и дальше пополняться. Ну а тем, кто уже работает на этом направлении, хочу сказать спасибо за ваш труд. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова